Мы видим увеличение количества сообщений, а это значит, это в месяц, в среднем в месяц. За октябрь муниципальный центр управления Ростова обработал больше двух с половиной тысяч сообщений. Эти специалисты с помощью программы отслеживают все комментарии, жалобы. Видят сообщения ростовчан в официальном паблике администрации города, в других крупных интернет-сообществах и даже комментарии под статьями в местных СМИ. ТОП обращений неизменен. Людей волнуют очереди в больницах, невозможность попасть на прием к врачу, неубранный мусор на улицах, свалки, отключение воды, отсутствие отопления и много других бытовых вопросов. Цель центра – помочь исправить проблему в ближайшее время. По нормативу сотрудники должны отреагировать на обращения в течение четырех часов. Сейчас справляются и за два. Жалобы вы можете написать в любом официальном паблике администрации города, либо ее структурных подразделений, а также крупных пабликов, сторонних даже СМИ. Это обращение местный паблик разместил в прошлый четверг. Большая свалка в железнодорожном районе, а рядом играют дети. В центре сразу отреагировали и пообещали, до понедельника мусор уберут. Сегодня службы выехали на место, проверили, убрали или не убрали. Убрали, предоставили фотоотчет и потом по итогу, когда все уже сделано, мы отвечаем заявителю еще раз, что мы выехали, что мы убрали и на будущее оставляем контакты, куда можно обратиться, чтобы человек знал. Всего с августа центр обработал 32 тысячи обращений. Без центра было практически невозможно, сотрудники в ручном режиме выбирали. Вы же понимаете, еще очень много идет обращений и в социальных сетях, очень много идет обращений к университетам, но сегодня центр не только реагирует на обращения, сегодня центр еще инициативно выбирает болезненные темы в городе и начинает эти темы отрабатывать. Здесь мониторят и статьи в местных СМИ. Обрабатывают обращения, написанные через официальный чат-бот в Телеграме. Он стал работать недавно, но уже ростовчане отправляют через него около 200 обращений в месяц. Елена Оребжанова, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону.